Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапы. Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главном. Консолидация сил общественных. Анапский форум органов ТОС стал площадкой по обмену опытом. Ещё одной достопримечательностью больше. В Анапе появилась Рябиновая аллея. Четверть века на страже безопасности. Анапский таможенный пост отмечает юбилей. Мы вместе, мы рядом, мы сила. Под таким девизом в городском театре Анапы сегодня стартовал третий ежегодный форум органов территориального общественного самоуправления. В рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между курортными городами Кубани на мероприятие приехала делегация из Сочи. Органы ТОС в Анапе давно стали действенным элементом системы местного самоуправления. 148 домовых квартальных комитетов, работающих на территории, зарекомендовали себя мощной и эффективной силой. Мы постоянно чувствуем вашу поддержку. Поддержку общественности во всех направлениях нашей деятельности. Подчеркиваю, во всех. Форум органов ТОС – место встречи единомышленников-патриотов своей малой родины. Их миссия – помочь ближнему, заразить своим примером молодежь, добрыми делами доказать преданность своему городу или району. За 10 лет общественное движение на Кубани по-настоящему окрепло. ТОСовцы – незаменимые помощники в решении самых разных вопросов. Ничего чужого для актива ТОС нету на своих территориях. Это однозначно подтверждается в течение вот этих прошедших 10 лет деятельности органов ТОС. Мы наращиваем деятельность ТОС, а главные испанкорозывания, такие как Сергей Павлович, они правильно понимают роль и значение ТОС в деятельности органов местного самопролива. Это все идет при поддержке губернатора, администрации края и заказа собранного края. Высокий КПД форума неоспорим. Участники набираются знаний и в юридических вопросах. Психология общения берут на заметку лучшие примеры в своем деле. Приятно смотреть на людей, которые получают удовольствие от своей работы. Могу дать вам свою личную практику. Я как от Жигинского сельского округа, но проживаю хутор Уташ. По фельдшеру, по детям, какие-то клубные вот эти вопросы, молодежные, ремонты. У нас очень хорошо стало все развиваться. У нас Уташ очень процветает. Мне даже вот наши местные жители говорят, Оксана Ивановна, можно вас независимым депутатом выбрать? Впрочем, на своих депутатов ТОСовцы не жалуются. Начиная с 2013 года, когда движение ТОС получило в Анапе второе дыхание, на территориях народная власть и народные избранники работают вместе. Сегодня реализуя на практике требования губернатора государства Украины Кондратьева, я хотел бы сказать, наверное, самое главное, это в доступности и прозрации всей власти. И это делают прежде всего наши ТОСы. Нынешний форум проходит в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между курортными городами Кубани. На мероприятие в Анапу приехала делегация из Сочи. Наши коллеги не скрывают, в Анапу едут за опытом. На вопрос, что для Кубани местное самоуправление, отвечают, не задумываясь. В данный момент, особенно в Краснодарском крае, это дает все буквально. Начиная от воспитания детей, уважения старших, наведения совместного благоустройства своих территорий, городов. Все это Совет самоуправления взял в свои руки, как вот раньше, ну, будем говорить, были организации, предприятия. А это сейчас все берет на себя. Я думаю, в Краснодарском крае это самое сильное развитие, чем взять объем России. У нас это на высочайшем уровне. Сегодня деловую программу форума продолжила работа секций. Завтра выезды в сельские округа. Там, на местах, живые примеры деятельности активистов. Их усилия заметны в самом главном – в наведении порядка в благоустройстве, в создании условий для комфортной жизни односельчан. Прежде всего, общение людей, которые организовывают местное самоуправление на территории. Их положительный опыт, обмен. Вы видели, что зал был полон. И поэтому люди, которые достигли положительных результатов, сейчас на секциях доложат о том, каким путем и как им удалось добиться. В основном это, конечно, касается благоустройства территории и комфортности проживания на территории. Мы желаем успехов участникам форума. Участники форума предложили помогать населению бороться со стрессами, дать возможность жителям высаживать именные деревья, а также активнее взаимодействовать с бизнесом. Эти и другие пункты вошли в итоговую резолюцию мероприятия. Участников и гостей встречали с оркестром. На посчетном месте альбом с фотографиями и резолюциями двух предыдущих форумов. И муниципалитет, и органы территориального общественного самоуправления говорят об эффективном взаимодействии. Также общественники подчеркивают налаженные связи с депутатами разного уровня. Их ресурс помогает решать самые разные задачи, в том числе те, что касаются благоустройства. Помогают техникой, строительными материалами. На специальной секции, посвященной совместной работе парламентариев и органов ТОС, решили, что нужно более активно взаимодействовать с бизнесом. В ближайшее время планируют собрать круглый стол на эту тему. Если объяснить бизнесу, что сегодня они живут здесь, они наши жители, они также хотят жить в нормальных условиях. А чтобы создавать нормальные условия, значит принимать участие надо и в благоустройстве, и в работе с молодежью. Это же наше будущее. Не работать с молодежью, и спортом заниматься надо, и от наркотиков уходить, и от курения надо. Как без конфликтов и стрессов решать наболевшие вопросы, рассказали психологи. В итоговую резолюцию внесли предложение приблизить к населению антистрессовую помощь. В частности, в 12-м микрорайоне, где живет Зинаида Шостакова, теперь есть офис врача общей практики. В часы, когда не принимает доктор, там вполне мог бы работать психолог. Весь 12-й микрорайон, я вот увидела, меня поддержал, потому что действительно очень много сейчас таких ситуаций и в семье, и в обществе, что человеку нужна помощь, он к стене как-то прижат, понимаете? И получается, что ни на собрание люди не хотят выходить, даже объявления срывают. Надо вывести с этого состояния нас всех. На форуме предложили более активно взаимодействовать с противопожарными службами. Есть методики по обучению детей в игровой форме, как действовать при пожаре, а главное, как его не допустить. Сегодня и взрослым необходимо рассказывать о первых действиях в случае возгорания. Простые навыки и прикладная физика часто помогают избежать трагедии. Органы ТОСК, координаторы и посредники. Я считаю, что они работают достаточно хорошо, по крайней мере, ко мне всегда обращаются. Я провожу с ними занятия на наших общих собраниях, всем вручаю эти памятки противопожарные, а они уже в своих многоэтажных домах или в частном секторе, где также находятся наши ТОСы. В итоговом документе форума также сказано, общественное самоуправление будет участвовать в подготовке празднования юбилея Краснодарского края, уделит внимание профилактике межнациональных конфликтов, пропаганде здорового образа жизни. В свою очередь, власть будет повышать его статус, выделяя деньги лучшим органам ТОС, а также приглашая их представителей на ключевые совещания в городскую администрацию. В Анапе появилась Рябиновая аллея. На гостевой улице Северная высадили новый для Анапы вид деревьев. Активное благоустройство этой части курорта – задача главы города Сергея Сергеева. В прошлом году более 30 кленов высадили вдоль Северного рынка по улице Красноармейская. Кроме этого, на Северной обновили освещение, а в будущем там может появиться декоративная иллюминация и даже зона отдыха с лавочками. Первые впечатления гости Анапы получают еще на въезде в город. Поэтому благоустройство курорта должно начинаться, так сказать, с порога. Поручение главы выполняет муниципальное унитарное предприятие УЖКХ, за которым и закреплена улица Северная. Этот сорт дерева мы ждали долго. Дерево приехало издалека. Черноплодная рябина по науке берегка называется. Почему? Видите, через одну лунку, потому что следующая партия должна быть ориентировочна на следующей неделе. Здесь будет красноплодная рябина между ними. То есть сочетание черной с красной рябиной дает определенный такой красивый эффект. Рябина берегка достигает высоту до 20 метров и может доживать до возраста 200-300 лет. Первое дерево посадили еще в прошлом году, так сказать, на пробу. Эксперимент удался. Рябина прижилась и вот уже готова распустить листву. Первым этапом высадили 24 дерева. На следующей неделе планируется посадить еще 12. А в перспективе после берегоукрепительных работ в узкой части берега речки Анапки Рябиновая аллея продлится до самого конца улицы. Кроме этого, здесь благоустроили пешеходную зону. Вдоль тротуара газон и хвойные кустарники. В ближайшее время здесь планируют побелить бордюры и сделать улицу ярче. В ночное время. На всех улицах центральных иллюминация есть, а здесь нет. И вот к открытию, к сезону, но мы постараемся, конечно, может быть, и удастся пораньше все это осуществить. Может, к майским праздникам. Значит, мы хотим повесить на опоры освещения иллюминации. Также в планах руководства предприятия на будущий год обустроить на аллее зоны отдыха. Установить лавочки и малые архитектурные формы. Международный аэропорт Анапы перешел на летнее расписание. По сообщению компании «База Лайра», новый график предусматривает увеличение частоты полетов и возобновление сезонных направлений. Всего аэропорт Анапы, согласно летнему расписанию, будет обслуживать до 47 направлений. Шесть из них новые. Это Барнаул, Иркутск, Калининград, Калуга, Кемерово, Курск и Тамбов. В новом режиме воздушные ворота курорта будут работать до 28 октября. Кроме того, аэропорт вводит в эксплуатацию новый терминал площадью почти 12 тысяч квадратных метров. Пропускная способность составит 600 человек в час, а пиковая – 1100. Это соответствует максимальной нагрузке в горячий сезон. Напомним, Анапский аэропорт в начале года стал лауреатом премии «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 2 миллионов человек в год». А по итогам работы в 2016 году получил награду третьей национальной премии «Воздушные ворота России». Международный аэропорт Анапы, так же как и морской порт, в зоне ответственности Анапского таможенного поста, который сегодня отмечает юбилей – 25 лет со дня образования. Все его сотрудники – люди высочайшей квалификации с огромным опытом работы. И даже в свой профессиональный праздник каждый из них на рабочем посту. В составе Анапского таможенного поста всего 14 человек. Но все они – настоящие профессионалы своего дела в структуре не менее 15 лет. Работу анапских таможенников высоко оценивает руководство головного управления. Благодаря вашему вкладу, который на протяжении долгого периода времени вы все грузы оформили с достоинством, с честью, в сжатые сроки, качественно. И за этот период нареканий по вашему оформлению, я скажу, что не было. Владимир Горогуля стоял у истоков Анапского таможенного поста. В далеком 1970 году, вступив в таможенные ряды, он более 30 лет вел работу по изъятию контрабандных грузов, проверяя иностранных моряков заграничного плавания. Тогда в аэропорту стационарного поста и вовсе не было, а работа была. Был тогда, когда мы обслуживали здесь. Еще ни постов не было, ничего не было. Когда здесь сиделись самолеты из Чехословакии, с Венгрии, с Германии, обслуживали мы здесь, наши инспектора приезжали сюда, оставались на ночь иногда. То есть переходной какой-то пост был уже, уже начало этому было. Анапский таможенный пост обслуживает несколько административных районов и более 40 населенных пунктов, в том числе город-курорт Анапа. Сюда же на досмотр из Новороссийска прибывают грузы, доставленные морем из других стран. Только за прошлый год анапские таможенники оформили около 150 деклараций на товары общей стоимостью более 11 миллионов долларов. Нередко таможенники сталкиваются и с контрабандой. Этот автомобиль был в розыске по линии Интерпола. Наши таможенники изъяли его у жителя Краснодарского края, который ездил по поддельным документам. Но, как говорят сами таможенники, чаще всего контрабанда связана со строительными и отделочными материалами. Все эти товары, которые находятся здесь, все они были задержаны за нарушение таможенных правил. На некоторые партии товаров решением суда была наложена санкция передачи в доход государства. То есть виновные лица привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов за нарушение таможенного законодательства в части недекларирования товаров колеблется от одной второй до двухкратной стоимости везенного товара. С вводом в эксплуатацию нового авиационного терминала ожидается увеличение и количество зарубежных авиарейсов. Это значит, что работы у анапских таможенников прибавится. Уже в середине апреля прибудет первый пассажирский самолет из Греции. А пока таможенники принимают заслуженные поздравления. Ведь всю историю своего существования они стоят на страже безопасности страны. И анапский пост занимает достойное место в системе таможенных органов Юга России. Более 150 анапчан вышли сегодня на старт к площади возле городской администрации. Они пробежали более километра по городским улицам. Забег стал стартом мероприятий, приуроченных к Международному дню спорта. Его организаторы – Управление по физической культуре и спорту и спортивная школа «Олимп». Разминка перед стартом. Среди участников есть юные, но уже опытные спортсмены. Давиду Абаджану 9 лет. На свой первый забег он вышел, когда ему было полтора года. Накачиваешь много усилия и будешь сильным, и никогда не будешь болеть. Вот почему не бывает. Давид представляет команду Гайкадзорского сельского округа. Мальчик приехал вместе с мамой. Она – активный популяризатор спорта. Во-первых, здоровый образ жизни. Тех ребят, которых я сегодня привезла, самое главное – показать, что жить здорово. Главное – здоровый образ жизни. Не важно, какое ты место займешь. Конечно, хотелось бы первые места, но приобщать к здоровому образу жизни надо детей с малого возраста. Всего в забеге приняли участие более 150 человек разного возраста. Протяженность дистанции примерно 1200 метров. Это первое мероприятие в целом комплексе, посвященном Международному дню спорта. Также забег можно считать символическим стартом серии состязаний на открытых площадках. В городе-курорте проходит первенство Краснодарского края по велогонкам. В них участвует и команда спортивной школы «Олимп» из поселка Виноградный. Климатические условия, наши дороги замечательные в городе Ванапе, в Краснодарском крае, позволяют в течение 9 месяцев именно заниматься только этим видом спорта. То есть все необходимое и у нас есть. 5 апреля горожане продолжат сдавать нормативы комплекса ГТО. Итоги первого зимнего этапа подвели здесь же. Абсолютный рекорд среди всех возрастных групп – 366 очков у Натальи Морозовой и спортшколы «Виктория». А уже 7 апреля в городе, в мире одессельских территорий, откроют спортивные площадки. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. КОНЕЦ КОНЕЦ